Студенты Санкт-Петербургского университета проверили свои знания армянского языка на тотальном диктанте. Испытать силы решили более 50 человек разного уровня подготовки. Я сам из Армении и в школе учился в Армении и решил проверить свои силы, насколько я забыл, не забыл кроматику родного языка. Мне кажется, это мотивирует этнических армян учить свой язык, становиться более причастными к своей культуре. И также, может, ну так как это проходит на филологическом факультете СПБГУ, наверное, есть люди, которые не армяне, которые интересуются там армянским языком, будут как-то участвовать, пробовать себя. Знания орфографии, пунктуации и грамматики проверяли и те, кто совсем недавно начал изучать армянский язык – первокурсники СПБГУ. Интересно узнать вообще, есть ли прогресс, на каком есть сейчас уровне, поэтому мне кажется, интересный опыт. Мне кажется, это связано с тем, что армянский народ в последнее время проявляет все большее желание сплотиться и проявляет большее желание узнать свои корни, свою историю, свой язык. И по статистике в последнее время все больше и больше людей проявляет интерес к этому языку. Для диктанта выбрали текст, посвященный известному армянскому композитору Камитасу. Фрагменты диктовала Донара Макрчан, старший преподаватель кафедры Центральной Азии и Кавказа. Именно она впервые организовала и провела в 2019 году первый тотальный диктант по армянскому языку в нашем университете. И поддерживает этот проект до сих пор, ведь он особенно важен для тех, кто живет далеко от исторической родины. Диктант – это тоже часть культурного наследия, культуры армянской общины, Санкт-Петербурга, сохранения традиций, языка петербургской армянской общины. Диктант пишут не только в Петербурге, но и во всем мире, и в Европе, и в России. И это не в первый раз мы пишем диктант. В позапрошлом году мы писали диктант в высшей школе экономики. Продолжение армянских традиций и культурного наследия находит свое проявление не только в тотальном диктанте, но и научных работах. Так Донара Макрчан представила участникам акции монографию «Армянская литературная жизнь Петербурга с XVIII века до первых трех десятилетий XX века». Работа над изданием длилась десятилетия. Поводом ее создания стала поездка в Ереван, в институт хранилищ древних рукописей. Тема посвящена изучению литературной и культурной жизни армян Санкт-Петербурга и не только. Здесь читатели могут найти сведения о литературно-культурных взаимоотношениях русско-армянских и белорусско-армянских, украинско-армянских. Почему? Потому что Петербург — это многонациональные строители, где проживают многочисленные представители разных национальностей. И каждые представители могут черпать отсюда информацию для себя, потому что это, наверное, первая проба написать про литературное наследие именно отдельно взятой общины, колонии. Монография содержит в себе уникальный библиографический список литературных произведений армянских писателей, которые творили будущее в Петербурге. Это поистине ценный документ для исследователей литературы. Алена Родищева, Ксения Кузнецова, Евгений Горяев, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.